Меня зовут Хилла Рутева, и стараюсь делать расставление летного путь, выключить свет. Сейчас обратно ставлю по другому, и первым, где мы буквально находимся. Можно сказать, что на границе космоса. Считаю, что космос начинается 100 км от Земли, и примерно на таком высоте мы сейчас виртуально находимся. Есть ли что-то узнаваемое внизу? Латвия. Латвия внизу, да. Видите, Рижский залив, там где-то, 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 где-то. Кое-чего. Смотрим. Так. И... Поехали. Поехали. Это итог той яркой космической зари. Сейчас мы поднялись на орбиту Земли. Мы не можем находиться здесь на одном месте, поэтому ускоряемся до скорости близкой к 28 тысячам километров в час. Если бы мы этого не делали, то земное притяжение заставило бы нас упасть обратно на ее поверхность. Но так как Земля круглая и наша скорость велика, то мы падаем мимо и описываем оборот вокруг нее. Кстати, мы здесь не одни. Этими зелеными линиями обозначены орбиты искусственных спутников нашей планеты. Среди них есть научные спутники, которые помогают нам открывать тайны космоса, однако большинство из них — наши ежедневные верные помощники. Перед нами орбиты спутников системы глобального позиционирования. Эти спутники позволяют нам определять свое местонахождение на Земле. При помощи навигаторов GPS мы можем легко найти верную дорогу. Но как же найти свою дорогу во Вселенной и определить наше место в ней? Здесь мы ответа не найдем. Чтобы лучше понять острию булавки, нам предстоит совершить путешествие через всю Вселенную. Современные технологии пока что не позволяют нам этого, но зато на это способен наш уникальный планетарь. Мы совершили оборот вокруг нашей планеты, увеличив таким образом скорость до 11,2 км в секунду. Именно такая скорость необходима для того, чтобы преодолеть притяжение Земли. Первую остановку мы делаем очень близко. Луна – это ближайшее небесное тело к нашей планете и единственный естественный спутник Земли. Она находится от нее на расстоянии всего лишь 380 000 км. По сравнению с Землей, Луна довольно велика. И, возможно, было бы даже конкретнее назвать систему Земля-Луна двойной планетой. Влияние Луны на Землю хорошо наблюдается в приливах и отливах Мирового океана. Этот процесс замедляет вращение Земли вокруг своей оси и заставляет Луну отдаляться от нас примерно на 3 см в год. Вращение самой Луны вокруг своей оси давно уже замедлилось до периода ее вращения вокруг Земли. Именно поэтому мы можем наблюдать с Земли только одну сторону Луны. Посетить Луна – это единственное небесное тело, на котором побывал человек. Первыми туда добрались американцы 19 июля 1969 года. Пролетая мимо Луны, возьмем теперь курс на нашу соседнюю планету Марс. Да, это и есть та самая зловещая красная планета, которую на протяжении веков связывали с войнами и другими бедами. В Древней Греции она была названа в честь бога войны Ареса, а римляне перименовали ее в Марс. Марс дал много материала как астрономам, так и создателям научной фантастики. И тех, и других воодушевляет надежда встретиться с марсианами, которые якобы вырыли на Марсе целую сеть каналов. Эти каналы серьезно обсуждались в научных кругах сотню лет назад. Однако, по мнению современных ученых, присутствие жизни на Марсе крайне маловероятно. Хотя, ведь высохшие русла древних рек были действительно обнаружены на этой планете. Значит, там когда-то текла вода, а где вода, там и жизнь. Кто знает, может быть, тогда Марс был покрыт плотной атмосферой, и по нему действительно ходили марсиане. А может быть, мы сами марсиане, сбежавшие от плохого климата. Возможно, новый марсоход Curiosity приблизит нас к ответам на эти вопросы. Однако, мы двигаемся дальше, чтобы затронуть более серьезные проблемы, связанные со всей Вселенной. Теперь мы держим курс газовым планетам-гигантам. В древности считалось, что только имя главного бога Греции Зевса, или Юпитера у Римлян, подходит для самой крупной планеты Солнечной системы. Эта планета – настоящий гигант. Ее диаметр в 11,5 раз превышает диаметр Земли. А своей массой Юпитер в 2,5 раза превосходит все остальные планеты Солнечной системы вместе взятых. Если бы он был еще в несколько десятков раз больше, то повышение температуры внутри него запустило бы термоядерные реакции, и Юпитер можно было бы считать тоже звездой. У Юпитера отсутствует твердая поверхность, и совершить на него посадку невозможно. Но зато, облетая вокруг этой планеты, мы сможем увеличить нашу скорость подобно камню, раскрученному в проще. Используя такой способ гравитационной проще для движения в космосе, мы экономим энергию и деньги. Наша следующая цель – тоже газовая планета. По размерам этот гигант немного уступает Юпитеру. Но зато он украшен в бесценном дополнении. Это Сатурн – планета, опоясанная кольцом и названная в честь властителя титанов Кроноса. То есть на латыни – Сатурн. Сатурн – шестая от Солнца планета. Она находится на 660 миллионов километров дальше от Солнца, чем и Юпитер. На самом деле, все газовые гиганты имеют кольца. Но только кольцо Сатурна достаточно яркое для того, чтобы увидеть его через телескоп Земли. По сравнению со своим диаметром, эти светлые кольца удивительно тонкие. Если смотреть на них сбоку, то их невозможно заметить вообще никаким телескопом. В основном они состоят из кусочков льда различной величины. Вне всяких сомнений, Сатурн выглядит неотразимо. Но мы должны продолжать свой рейс. Все планеты, которые мы с вами повстречали, беспрерывно вращаются вокруг Солнца. Зеленые линии – это их орбиты. Однако есть и исключения. Эта синяя орбита принадлежит Плутону, который с 2006 года не считается больше планетой. Желтая линия, появившаяся перед нами, показывает, каким образом обращается вокруг Солнца другая карликовая планета – Эрида. Карликовые планеты Плутон и Эриду считают объектами пояса Койпера. Обратите внимание на это светлое облако вокруг Солнечной системы. О наличии такого пояса первым заговорил голландский астроном Джерард Койпер еще в 1951 году. Однако наблюдать первые объекты удалось только в 1992 году. На сегодняшний день таких объектов известно уже более тысячи. Вот мы и покидаем пределы нашей уютной Солнечной системы, попадая в межзвездное пространство. Все эти белые точки, что окружают нас со всех сторон – звезды. Как и наше Солнце, они превращают водород в гелий, производя тепло и свет. Звезды сильно различаются по массе и светимости, но процессы, происходящие внутри них, в общем, довольно похожи. Этот синий шар, что возник перед нами – радиосфера. Она является границей того космического пространства, где можно уловить радиоволны Земли. Ее радиус на данный момент составляет приблизительно 70 световых лет. Мы имеем дело с самым дальним следом человечества во всей Вселенной. Радиосфера расширяется со скоростью света, охватывая все новые и новые звезды и системы планет. Возможно, где-то на них есть жизнь, и когда-нибудь кто-то из их обитателей услышит нас. Солнечная система – не единственная планетная система во Вселенной. Эти синие круги показывают нам звезды, около которых обнаружены планеты. На сегодняшний день удалось обнаружить приблизительно 800 экзопланет. А общее число планетных систем в нашей галактике, по мнению ученых, может достигать порядка 50 миллиардов. Мы покинули пределы нашей галактики и видим ее теперь со стороны с расстояния примерно 50 тысяч световых лет. Наш Млечный Путь – это вполне обычная спиральная галактика, состоящая приблизительно из 200 миллиардов звезд. Расстояние от одного до другого края Млечного Пути достигает 100 тысяч световых лет. Посмотрите, эта зеленая сфера показывает нам местонахождение Солнечной системы в нашей галактике. Мы отдалены на 27 тысяч световых лет от центра Млечного Пути. Это хорошее место для жизни, так как находится почти на краю галактики, вдали от огромной черной дыры в центре. Ее гравитация настолько велика, что там поглощаются даже лучи света. Они не могут покинуть черную дыру, поэтому само ее невозможно увидеть. А мы с вами наблюдаем в центре всего лишь раскаленный газ вокруг черной дыры. Земля вращается вокруг Солнца и совершает полный оборот за один год, то есть за 365 дней. Здесь вы видите орбиту Солнца, по которой оно движется вокруг центра галактики. У Солнца уходит 225 миллионов лет на то, чтобы совершить полный оборот. Этот период называется галактическим годом. Все звезды в Млечном Пути движутся разными путями и с разной скоростью. А некоторые звезды даже вылетают за пределы нашей галактики. Теперь и мы удаляемся от Млечного Пути, двигаясь посреди сотен и тысяч галактик, каждая из которых насчитывает от 10 миллиардов до 1 триллиона звезд. Ближе всего к нам, на расстоянии около 2,5 миллионов световых лет, находится галактика М31 или Туманность Андромеды. Галактики собираются в группы и скопления. Наш Млечный Путь относится к местной группе галактик, а ближайшее к нам крупное скопление галактик находится в созвездии Делы. Оно состоит примерно из двух тысяч галактик и является центром для местного сверхскопления. Существует множество скоплений галактик в нашей Вселенной. Здесь мы можем наблюдать, каким образом разные скопления объединяются между собой, образуя огромную космическую сеть. Длинные темные области между скоплениями галактик указывают нам на то, что об этих пространствах пока что отсутствуют данные. Большая часть из них заполнится в ближайшие годы. Над этим работают десятки исследовательских групп, а для исследований созданы специальные обсерватории. Однако огромная темная зона с двух сторон, из-за которой картинка напоминает песочные часы, скорее всего останется незаполненной. Галактики там скрыты от нас облаками пыли и газа самого Млечного Пути. И чтобы их осмотреть, ученым пришлось бы вылететь за его пределы. Желтые точки обозначают галактики. Зеленые — квазары. Крайние яркие ядра молодых галактик, видимые на расстоянии более двух миллиардов световых лет. Квазары производят в десять тысяч раз больше энергии, чем обычные галактики, и являются самыми яркими объектами нашей Вселенной. Именно поэтому мы можем их наблюдать с такого большого расстояния. Мы вылетели за пределы знакомой нам Вселенной, и теперь нас окружает темнота и пустота. Но неужели здесь действительно совершенно пусто? Сейчас нас окружает реликтовое или остаточное излучение космоса, которое можно наблюдать через наземные и космические радиотелескопы. Оно доходит до нас с той эпохи, когда материя, заполнявшая нашу Вселенную, была настолько раскалена, что в ней не могли образоваться даже атомы, не говоря уж о звездах и галактиках. Это излучение распределено неравномерно, и в нем зашифрована история возникновения будущих звездных систем. И вот мы уже летим обратно. Наша планета Земля, откуда мы родом, это всего лишь крохотная капля в огромном океане Вселенной. Возможно ли вообще найти отсюда дорогу домой? Вселенная размером со стрию булавки была когда-то совершенной. Однако во время Большого взрыва или же сразу после него произошли изменения, в результате чего образовалась именно такая Вселенная, которую мы знаем сегодня. Как раз эти изменения и отражаются в неравномерном фоновом излучении. Если бы Вселенная стала совершенной, то нас бы не существовало. Представьте себе огромный зал, заполненный тысячами шаров. Все шары равномерно удалены друг от друга. Они в равновесии. Так они могли бы пребывать вечно, но стоит только убрать несколько шаров, как сразу в общей картине произойдут значительные изменения. Шары начнут собираться вместе, образуя системы, схожие с галактическими скоплениями и группами. Наш обратный путь прошел удачно. Солнце и Солнечная система вновь перед нами, и мы направляемся в сторону планеты Земля. Наша планета третья по счету от Солнца. Она находится в так называемой зоне златовласки, или зоне обитаемости. В пространстве, где температуры не слишком низки, и не чересчур высоки для того, чтобы вода пребывала в жидком состоянии. Это является обязательной следой для развития жизни. Точнее, той жизни, которую мы знаем, и частью которой являемся. Но вполне возможно, что где-то есть форма жизни, которой нужны совсем другие условия, например, метан или жидкий кварц. Мы снова видим орбиту Луны, по которой она двигается уже 4 миллиарда лет. Облако, которое сейчас возникло перед нами, невидимо для человеческого глаза, но крайне необходимо для нашего существования. Это магнитное поле Земли, защищающее нас от солнечного ветра. Так называется непрерывный поток заряженных частиц, исходящий от Солнца и смертельно опасных для живых организмов. Благодаря магнитному полю Земли заряженные частицы, в основном протоны и электроны, не достигают нашей планеты, а остаются на высоте нескольких тысяч километров, теряя со временем свою энергию. Лишь возле магнитных полюсов, где магнитное поле расположено поперек поверхности Земли, частицы, в конце концов, попадают в нашу атмосферу, вызывая тем самым северное сияние. Перед приземлением нас ждет еще одна остановка. Помните, в начале нашего путешествия мы наблюдали, как проходят орбиты искусственных спутников Земли? Теперь же у нас есть возможность посетить один из них. Мы плавно приближаемся к самому крупному в истории человечества космическому аппарату – к Международной космической станции – МКС. Эта станция является выдающимся достижением в покорении космоса, ее размеры сравнимы с футбольным полем, а внутри обеспечивается проживание и рабочие условия для команды космонавтов до семи человек. Каждая из команд космонавтов проводит в среднем по три месяца на борту станции. МКС была населенной станцией начиная с ноября 2000 года. Таким образом, это самая долгослужащая орбитальная станция в истории космической техники. МКС – это международный проект, который координирует пять стран-участников – США, Россия, Европа, Япония и Канада. Космическая станция работает подобно научно-исследовательской лаборатории, где космонавты проводят в условиях невесомости различные эксперименты в области биологии, физики и химии. Станция вращается на ближней орбите Земли, в среднем на высоте 400 км, и вся эта громадная конструкция движется вокруг Земли со скоростью 8 км в секунду. Наш космический полет подходит к концу. Пускай планета Земля, откуда бы начали наш путь, станет коньями...